И снова добрый день, Тюмень. Спасибо, что вы с нами, в студии Артём Фирсов, и сегодня мы говорим о планах на предстоящие каникулы. Как вы хотите их провести? В группе Тюменского времени ВКонтакте можете выбрать один из трёх вариантов ответа. Уйдёте в глубокую зимнюю спячку или наоборот будете в спорте. И третий вариант – проведёте праздники на берегу тёплого моря. Заходите в нашу группу, голосуйте и комментируйте. Очень скоро, буквально вот уже в этой части нашей программы, мы подведём итоги. И автор самого интересного комментария получит сертификат на пять человек в путешествие квеста Берендеева «Царство» в Елутровском остроге. У вас ещё есть время, друзья, поэтому прямо сейчас мы готовы вам сообщить кое-что интересное. Вот что именно. Смотрите далее. Новогодний квест. В Берендеевом царстве вновь оживает сказка. Если, друзья, вы думаете, что зимой в Тюменской области издаться примечательностей только мороз, то вы сильно ошибаетесь. Окунуться в снежную самобытную сказку можно в Елутровском остроге. Там уже идут праздничные мероприятия, и одно из них – это квест Берендеева «Царство». У нас в студии заместитель директора культурного центра «Арт-вояж» Анастасия Петелина, которая знает всё о сказочных испытаниях. Что ждёт участников квеста? Как пример, можно, знаете, просто задать какой-нибудь дать мне. Мы тут даже, я вот видел, бумажку особую подготовили. Да, подготовили. Итак, Артём, в общем-то, заданий очень много, но вот я привезла вам такой замечательный листочек. Я думаю, что вы сейчас вот прочитаете. Это одно из заданий, которое мы загадываем своим ребятам. В общем, ребята его получают. Ехала телега мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота. Выхватил телегу, кони споткнута, и давай дуба сеть ею ворота. Ребят, это не просто рэп, да, в современной начитке, но со старыми словами. Это возможность... Это небылицы, которые составлены наоборот, и задача ребят понять смысл и сказать, что же всё-таки в этой небылице имелось в виду. Да. Крыши испугались, сели на ворон. Да. Да, ну, действительно, да, на лошадей. Вы знаете, друзья, а вот вопросы из соцсетей. Да, вот очень интересная штучка. Люди, мы посмотрели, да, вот на сайте, они их там задают, и там очень интересные вещи. Что ждёт участников квеста, кроме вопросов? Значит, вообще легенда Бериндеева царства такая в этом году. К нам в Острог приехала снежная королева, которая заморозила Бериндеева царства и всех жителей. Об этом узнали три богатыря, которые тоже приехали к нам. Это как раз костюмы оттуда. Да, это вот как раз элементы костюма снежной королевы, которые тоже выполнила наш мастер Любовь Вешкурцева. Значит, дальше у нас по легенде, об этом узнают три богатыря. Они срочно же приезжают в Острог, зовут ребят, и они должны им помочь разморозить Бериндеева царство, отыскать Деда Мороза, Снегурочку, самого царя Бериндея, ну и, в общем-то, чтобы Новый год состоялся. Вот легенда у нас в этом году такая. Настя, на кого рассчитан вот этот сюжет, это действие? Вы знаете, и на взрослых, и на детей. Здесь нет возрастных ограничений, потому что интересно и маленьким ребятишкам, но мы тестировали его на взрослых, он тоже очень хорошо заходит. Я думаю, на особенную взрослую компанию, да, вообще будет очень весело. Очень весело. Вот тогда вопрос, а насчет семей? Насчет семей, да, у нас предполагаются и групповые заявки, это в основном на декабрь месяц. И как раз в январе с 3 по 7 мы приглашаем к нам семьи Тюменской области, вообще со всей России, да и иностранных тоже туристов мы к нам приглашаем. Поэтому приезжайте всей семьей к нам в Юлутровский острог. Вы готовы к морозам, если таковые будут? Мы готовы, да, потому что у нас, в принципе, часть квеста проходит на улице и часть в помещениях. Основные локации, где ребята выполняют задания, это помещения. Мы готовы. Слушайте, замечательно. До какого числа можно будет пройти испытания в Бериндеевом царстве? До 7 января. Отлично. Давайте, знаете, вот какой вопрос у меня здесь я вот готовил? В ближайшие дни, вот когда именно, потому что я в интернете смотрел, несколько было дат, вы сейчас меня поправите, 22 или 24-е, в Юлутровский пройдет фестиваль Дедов Морозов. Это мероприятие тоже вошло в национальный календарь событий. И, соответственно, друзья, это довольно интересно, мне кажется. С одной стороны, ежегодное мероприятие, с другой организаторы обещают особую программу. Вот когда будет и что особенного? Парад шествия Дедов Морозов и Снегурочек, а также открытие ледового городка в Юлутровске состоится 22 декабря. Старт шествия в 16.30. На площади Победы мы собираем всех сказочных героев. Действительно, это мероприятие ежегодное, но каждый год мы задаем просто новую тему для участников шествия. В этом году это сибирские сказки, и все это неспроста, потому что шествие отправляется на открытие ледового городка, который у нас расположен на Сретенской площади. А концепция самого городка – это наша любимая сказка «Конек-горбунок». Она посвящена как раз-таки вот «Коньку-горбунку» и всем персонажам. Шествия и все могут участие принять? Шествия могут принять участие абсолютно все. И организации, и коллективные заявки, и просто индивидуальные. И вообще мы приглашаем абсолютно всех. Приходите. Так, вот вопрос. В программе я видел, что там будет необычный флешмоб Дедов Морозов. Вот и открытие резиденции зимних волшебников – это что-то с темой устьюга к нам сюда? Или как? Ну нет, открытие резиденции Деда Мороза – это у нас как раз-таки подразумевает Бериндеево царство, потому что до 7 января Дед Мороз, Снегурочка и все сказочные герои находятся там. И по желанию можно туда заглянуть и увидеть самых настоящих и очень красивых сказочных героев. Ну и флешмоб, конечно, будет. Мы все его станцуем вместе на открытии ледового городка. Еще будет очень красивое зажжение елки. 14 метров. Я представляю, друзья. У нас уже в Елутровске есть самая большая сковорода, более 3 метров. У нас будет, скорее всего, самый большой флешмоб Дедов Морозов. Да, поэтому одевайте новогодний костюм дедушки, внучки и вперед сюда. Друзья, вот такой вот вопросик. На Рождество чем будете радовать гостей? В Рождество мы также приглашаем всех в Бериндеево царство. 7 января – это последний день вот этого событийного проекта, поэтому мы ждем всех, и семей, и маленьких, и взрослых. Будем очень рады всех видеть. Еще хочу сказать, что 7 января во Дворце культуры состоится спектакль. Пиратский Новый Год, поэтому, кто любит театр, мы тоже ждем всех в госте. Ну и следующий вопрос. What will we do for some special foreign people? Что для иностранцев, для тех, которые придут, приедут в Елутровск, что они будут делать там? Как эта система будет работать для них? Да, в общем-то, все точно так же будет работать. Вы ждете иностранцев? Мы ждем их. Мы всегда очень рады им, поэтому, в принципе, мы готовы их принимать. И, в общем-то, как раз-таки крестьянские увеселения и забавы – это то, что всегда очень нравится иностранцам. Мы будем их рады видеть. И вот еще хотела бы сказать, что здесь представлены наши новые туры. Ими мы тоже планируем удивлять. Это путешествие в блинную столицу России – Елутровск, встречай, и фольклорно-этнографическая экспедиция «Национальный маршрут». Замечательно. Ну, мне кажется, друзья, сегодня вот в группе «Тюменского времени» ВКонтакте мы спрашивали телезрителей на планы новогоднего отдыха. Вот так вот разговор у нас зашел. Я думаю, что сейчас вот самое время посмотреть, что из трех вариантов ответов. Пойдете в глубокую спячку или, наоборот, будете на спорте, или, может быть, на море. Давайте посмотрим. Ну что, спячка у 65% наших сибиряков, лыжи у трети, и 4% богатеев, да, вот так вот рванут в теплые страны на моря. Что считаете? Вот это справедливый вариант? Я считаю справедливым остаться в Тюменской области и провести время очень активное. И, конечно же, приехать в Елутровский острог и посетить Бериндеево царство. Вот это было бы очень справедливо. Замечательно. Вот я предлагаю сейчас, Настя, нам вместе попробовать выбрать как раз комментарии людей. И кто-то же должен получить вот этот волшебный сертификат на 5 человек. Итак, Михаил Аярский. Закатим безудушную восьмидневную вечеринку. Молодец. Даня говорит, буду ждать лето. Дмитрий Кубасов. Поеду за рождественской красотой в столицу. Ну что, да, действительно, почему бы нет? Кому-то и туда, в центр. Диляра говорит, спать, есть салатики и смотреть новогодние фильмы. Это прям моя мечта. Какая прелесть. Это был интенсивный рабочий год. Вечером до Малягу спать, говорит Мария Рубашкина, а утром 1 января поеду на работу. Мой бог. Как и многие мои коллеги по всей стране. Олеся Чашка говорит, а мы поедем к родителям, проведем все праздники вместе. Какие молодцы. Классно, да. Виталий Петухов говорит, я планирую читать книжки и закусывать мандаринками. Валентина говорит, а как же вариант на работе. Да, у нее со слезами здесь смайлик. Ксения Волкова пишет, а мы с моими тремя сыновьями будем создавать свою сказку. Здесь у нас, потому что в наших краях есть где разгуляться и есть что посмотреть и чему удивляться. Вот это прямо, мне кажется, победа в конкурсе. Друзья, тогда вот прямо сейчас мы готовы сказать ра-та-та-тан, та-тан. И мы вместе с Анастасией готовы к Синии Волковой передать этот подарочный сертификат на уникальное путешествие, друзья, в Берендеево царство. Это новогодний квест, который состоится. Давай еще раз озвучим сроки и даты. Он уже стартовал с 17 декабря. В декабре он будет идти до 29 числа, а в январе с 3 по 7. Поэтому еще раз хочу сказать всем, что мы очень ждем вас в Билутровский острог. Ксения, с вами свяжутся наши продюсеры и расскажут, где вы сможете забрать свой подарок. Спасибо вам большое, Анастасия, за этот уникальный сибирский рассказ вот со всей нашей теплой душой. Друзья, мы сделаем небольшую паузу и через пару минут вернемся в нашу студию и поговорим вот о чем. Смотрите далее. Счастливым буду. В Тюмени пройдет кастинг в труппу детского мюзикла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok